Базара 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Солнце осветило горизонт Утро оборвало мой сладкий сон Я прошел, что я был поражен Ощутил годом урон Словно первый раз я увидел свет Словно первый раз я был инстагрет Глазы ощутил, хоть я и не дед Мне сегодня тридцать лет Восстание родили меня на свет Восстание с иголочки я оден Восстание тепло в основе я согрев Мне сегодня тридцать лет Восстание сажую носки привет Восстание срелось в огурный лес Восстание не вон я не во вред Мне сегодня тридцать лет Солнце наливает, пошло венит Музыка моих ужасенит Мне грусти и даже не делай вид Как стоянно там не говорит Я рукой на... И не пройти нам этот путь Такой туман Андрей, сделай там барабаны Сюда побольше, в мониторы Чтобы бандиты Да и на сцене тоже их нет вообще Внизу, в бочке Было хорошо Было так легко Но на шею бросили окна Солнечный огонь Атмосферный бронь Пробивал, но не пробил туман И мертвый месяц еле освещает путь И звезды давят нам на грудь И продохнуть И воздух ядовит, как вздуть Нельзя свернуть, нельзя шагнуть И не пройти нам этот путь Такой туман Огутся, шагнуть Бог покажет путь После нас всегда бесплодный бождь Нас бросает рождь Вдруг начался дождь Нас добьется грезный сильный дождь И месяц провоцирует нам на обман И испарение тимы И пьет как туман И каждый день нам как капкан И клещет кровь из наших ран И не пройти нам этот путь Такой туман Все пошло на фиг Нажавшись как пик Коротко, как юбка, упутал Но все нипочем Через левое плечо Плюнем и пойдем через туман Путь мертвый месяц еле освещает Помоги, помоги Ночь перед Рождеством дорожная Когда ехал я перед Рождеством Погонял коня С живым глыстом На моем пути Темный лес стоит Кто-то в том лицу Воин и кричит Ехал к милой лет За пятнадцать вверх А вокруг ведет Только видно хвост моего гоня Но мать и вороной Вселюбимая Свяжусь я с тобой Но вдруг слышу мой Дом мой дал в голов Ах ты божий мой И пал в ту гроб Я обрезан стал В тулу пашной И коню кричал Выручай родной Они чистые Засырчались так Что вновь креститься я Пройдем душу Страхно угас Палю Изобрел за я Эх вы пули мне Да серебряные Господи, помоги Я в стороне Меня эти враги Николаю Котик Защити Я в законале Черки Матикеки А до хутора Уж рукой подать Безким убырям Меня не догнать Вот и дом стоит Где живет моя Отведу святой Круг вокруг дома Коня на ворог Я загнал и врат Я на чудесок Дал ему зараз Вежды мой родной Вежды спас меня Вежды вороной Я спалил коня Господи, помоги Легко долели Меня эти враги Николаю Котик Защити Легко Котик Черки Матикеки 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 Да вот недавно кончились, Дед Мороз Пролила немалые горьких лёг Ты поселекатила водки, да Подбила меня моя дранта Я чуть-чуть растаяла от саски И на пухле жутко мои соски Здравствуй, Дедушка, Мороз Парада из воды Ты подарки нам принёс, док Здравствуй, Дедушка, Мороз Парада из воды Ты подарки нам принёс Нормально Да, расскажи, Снегур, как я была Расскажи-ка, милая, с кем спала Да вот недавно спешим был Гришок Вот я раскончил и ушёл Разве видно, он, как мужик привно Он на термозолике между ног Я ходить и детю не могла Он, как я шли, что ему дала Здравствуй, Дедушка, Мороз Парада из воды Ты подарки нам принёс Здравствуй, Дедушка, Мороз Парада из воды Ты подарки нам принёс, док А расскажи, Снегур, где было Расскажи-ка мне, у кого брала Да, вот у водяного Дед Мороз Он пушит в ништяк, пусть и весь дорог У него помытый он всегда Хоть в воде истины, но ерунда Хоть он при ладине, а не скупом Но такой котец не покаят в лоб Здравствуй, Дедушка, Мороз Парада из воды Ты подарки нам принёс Здравствуй, Дедушка, Мороз Парада из воды Ты подарки нам принёс Извиняйся за слово Девчонкам, которые Её я не крутил и нет Её в его ступи Но хоть увереннее, как не подаётся А на острове он у меня Крутился, как у кабана И часовые стрелки Показали три часа Не даём Девушки-голубушки У ваши берегушки Сердце губы зажимать Надо губы подставлять Девушки-голубушки У ваши берегушки Сердце губы зажимать Надо губы подставлять Ну, небольшую раскачку попрём Влево-право Такой лёгкий блюд Если очень уж хочется выпить Если хочется вам закусить Дома этого все не допустят Дома будут ругаться и ныть А на улице к вам придерутся Представители власти родной Простудить также можно В агарую плосу Если теряешь зимой Остаётся подвал Остаётся подвал Остаётся подвал Вал, вал, вал 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 Вал Которой дом родной, Лепом каждый сквер наш хабар. Но откуда же деваться зимой? Остается подвал. Остается подвал. Остается подвал. Остается подвал. Вал, 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 вал. Вал! Вал! Я, друзья, решил жениться. Правда, вот секрет. У меня к невесте род все больше интерес. А надо из нее привел к родителям моим. Было сразу видно, что она по нраву им. И она меня припекла к мамочке своей. Запоставила бузырь и застетет мой бей. На пякла, влял, и со смыслом наварила щей. И я понял, что она клевая вообще. Теща моя, ласковая. Теща моя, заботливая. Молодая, озорная. Ты вторая мать. Чего больше дятю пожелать? ПОЗИТИНЫЙ ПРОДИЯ ПОЗИТИНЫЙ 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 ПРОДИЯ Тёща я со всей душею мам на листу грамм А она мне дулю хорю, ни хера не дам Я на хую тещу не желаю и врагам Похудел я за два дня на двадцать килограмм Тёща моя, злая свинья Тёща моя, коросовая Хоря злая, вот такая, хочется плевать Нахера нужна вторая мать Я не будешу, возьму и ножик наточу Тёщу я свою на кури в горе замочу Полечу, поколочу, по рожи постучу В общем, я вторую мать малыш получу Эту песню сочинял я ровно десять лет Мне надеюсь, десять ярдер и дадут привет Тёща кровь засёт из нас прямо как папир Я надеюсь, что мне коры поспоют здесь сыр Но тёща моя, злая свинья Тёща моя, коросовая Хоря злая, вот такая, хочется плевать Нахера нужна вторая мать Тёща моя, коросовая Да, харя злая, вот такая, хочется Ну щас, поградую ночь Закутает, еслиん сигарет И уйдёт, сейчас останет рассвет И следы нападе и наполнит проще сливу и ночь Эротичный лунный свет запретит сказать тебе И опустится плавно на пол все твое белье Что в деревьях и ветер ночной Что заглушат твой и твой И бея не ездят, забывающего огнем Ты со мною забудь обо всем Эта ночь вновь покажется вновь Я возьму тебя и прижму, как родную дочь А-а-а, засаду доеху Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок ДимаTorzок Дима Торзок 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 Стаканы, бутылочки застынели весело, Потому что, кореши, мы орали весь укол. И соседи с пеночкой засучали весело, Потому что, кореши, мы ревели весь укол. RA! Ха! Дэв! О, конечно! Я хочу, давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! Мы подошли к подъезду Дома твоего Меня ты пригласила на чай К тому же ты сказала Дома нету никого Конечно, пошли, давай, давай Ведь чай и водка выпиты, и нечего керять Вдвоем на хате, да я за рай И ты спросила, хочешь со мною переспать? Я в детстве нах, давай, давай Давай, 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 давай Давай, 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 давай Давай, давай, давай Значит так, диван скрипел полночи, нет, даже до утра Дело хватит, подруга вставай Ой, хочешь похмелиться, вина я припасла Вот это класс, давай, давай Ты прошептала, Юра, ты умеешь ласкать Я счастлива была через край И ты спросила, хочешь ли меня в жены взять? Пошла, Юра, давай, 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 давай Давай, 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 давай Давай, 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 подруга, быстро Давай, давай Вай, 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 вай Вая ПЕСНЯ 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 Меня баска бьет упадом, а маманья бьет мятлой, Потому что на всю газу я мочу покров с тобой. Меня детки презирают, а мой выщип шутерной На меня все вертелают, говорят покров долой. Я ядреный, как кабан, я имею свой боян, Я наем, банкрот, и зоню не найти во мне изъян. Первый парень на весь край, на меня все бабки влай. Хай! Ну и няхай! Соба! 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 ПЕСНЯ 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 По нашей необширной, необъятной стороне. Вот первые панки на деревне, это, наверное, про вас. Впечатление вначале было, конечно, хорошее, а потом постепенно начинают приедаться. И города хочется немного спокойнее пожить. Ну а музыка не способствует ваше спокойствие? Таких фанов нет, чтобы не было деревенского панка превратиться в более величного героя? А с чего вы взяли, что мы до сих пор деревенский панк? Это была просто одна песня, вот и все. Мы никогда не считали себя деревенскими панками. Мы просто пели про деревенского панка в одной из наших песен. Вот и все. Знаете, в одном из интервью в группе «Мальчишник» вы знаете, да, в группе «Мальчишника» спросили, почему вы так откровенно поете о сексе? На что они ответили, что все поеты о любви, но все думают об этом, о сексе. Ну, в такой примитивной более-менее форме. Ну, как бы никто не решается об этом петь. А мы вот такие молодцы, мы об этом поем. Почему у вас такие секции? Не по этой же причине? Вы не смелее других? Или это ваше... Нет, потому что мне хочется про это петь и все. Мне, например, не нравится петь про любовь. Я не хочу петь, а также... А больше не про что петь, как только о нашей жизни. У меня лично получается только так, и я буду делать то, что у меня получается. Я не хочу рыбку туда, на что я не заточен. Юрий, рокеры сейчас сбиваются в стаи. То есть, учитесь плавать, питерский рок-фестиваль. Вы участвуете в подобных движениях? Нет. Ну, это с самого начала пошло, как мы не попали в тусовку в рокерскую. И так мы и не общались. Ну, еще раз, давайте вернемся к такому амплуа деревенского панка. Я считаю, что вы хуже того, что вы просто, так скажем, вы добились известности, может быть, единственной вот из всей этой тусовки, из всех этих панков, так скажем, которые сидят в биндеграунде и сидят. Я не знаю, я просто сочинял песни, все. Они понравились народу. Вот и все. Вся проблема. Наши первоальбомы, вот, Ядрёно-вожилые смирцы, скалярка паса в Москве с вешеной скоростью. Я помню, на каждый киоск проходило где-то по 40 кассет в день. Вот. Мы просто стали популярны за счет записи. Значит, наша музыка может чуть чем-то ближе людям, чем такой панк в чистом виде. Он ближе, скорее всего, молодежи, лет 15-14. А потом начинает подрастать, и эта музыка что-то приедается. Например, по себе знаю, я раньше любил секс-писал. Сейчас к нему уже неинтересен. Этот скалерка приходит. И, опять же, сколько знаю своих ровесников, которые раньше, ну, и помоложе, которые раньше панковали там за каракезами ходили, давайте, в кожу все. Сейчас они все нормально ходят. Даже взять того же Лайдена, лидера группы секс-писал, самого основного. Вот. Он сейчас нормально причесан, хорошо одет, чувствует себя прекрасно, и поет совершенно уже другую музыку. А, кстати, по поводу этого, есть какие-то учителя в музыке? Нет. Единственный учитель был, брат, который вернулся с армии, научил мне играть на шестерстонной гитаре. Вот. Я его освоил буквально за три дня. Ну, с тех пор постоянно там, то в подъездах, то на улице, в бисерках там орали там на всю мощь. И вот у меня до сих пор осталась вот эта энергия гитарная. Потому что я с детства слушал рок, я, можно сказать, им воспитался. Где-то с 72-го года, со второго класса, как купили мой итофон, я стал фанатом рока. А те, эти английского, Slade, Sweet, Rolling Stones, Битлз, я вообще-то не любил, слишком размозливая музыка. То есть любил что-то такое ритмичное. И мои кумиры потом уже стали, и Оззи Осборн, и Ли Супер. Вот. И чем я вырос, тем я теперь и буду, наверное, жить. Хотя в последнее время мне больше всего нравится тяжелый рэп. Не вообще рэп, в последнее время в жилу так пошел. А плюс, если он соединен с гитарами, с такими группами, как Arban Dance Coats, Product of the Sides, Head Crash, просто шикарно получается. Это моя еще любимая группа. Поэтому я хочу еще в новых альбомах почаще применить тяжелый рэп на мистической основе. Вы говорите гитары, гитара, любимый инструмент. А вот по поводу вашего нового проекта, который вы хотите сделать, как вы сами выразили, с кислотным, это что? Это просто прикол. Мне предложил диджей один, говорит, давай сделаем. Слати все делал. Я говорю, ну давай попробуем. Если кому хочется танцевать, там по секору, пусть потанцуют. Ну это вообще я не считаю за альбом. Это просто легкий отход от темы. Вы говорили, что танковали раньше, да? Я нет. Я нет. Я, можно сказать, в душе был панком. Не ехал было панковать, потому что я, лопух, придя с армии, сразу женился, и мне надо было зарабатывать деньги, чтобы кормить ими. Ну, в связи с этим, вот ваш образ на сцене никак не соответствует тем текстам, которые вы поете. Это вы специально так, как бы продуманно это все делаете? Я не знаю. Я делаю это так, как это у меня получается. По-другому я просто не могу. Вот. Насчет... Что-то вы спрашивали там первого раза. Ладно, давайте дальше. Хорошо. Вот смотрите, раньше, насколько я вот видела ваше выступление, очень редкие, кстати, по телевизору, то есть Юрий Клинских это было что-то такое ужасное, с ужасным ирокезом на голове, то есть там какая-то драная курточка, джинсовые булавки, там все что угодно, а сейчас такой скромный достаточно человек. Добропорядочный. Да. Даже. Вы отошли за свои какие-то наверное упрямления или дьяволки? Да, с годами все приходит. Вообще. Повзрослел, да? Повзрослел, да? Да, я уже отвечал на этот вопрос. Хоть борода, моя фига, зато растут мои рога. Хорошо, такой вопрос. Можно я последний? У меня программа называется «Вдыхай», поэтому я у всех приезжих и спрашиваю, как мне нравится в свободное время. В принципе, если оно умеет. Я хочу ответить на этот вопрос к вам. Да так, мне кажется, я занимаюсь тем, что и все остальные. То есть ничего не делаю. Свободное время. Моя работа заключается только вот выйти на сцену или что-нибудь сочинить и записать в студию. В основном, да что делать? Да ничего. А девушка у меня жила? В Москве или в Воронеже? Жена в Воронеже. И дети, естественно, там. Я не хочу их везти. В Москву просто. Не хочу, чтобы у детей было в московском спитании, скажем так. Вот там поспокойнее. Ну и для этого надо еще в квартиру купить, там все дела. Я к этому только стремлюсь. Пока материально будет получше и удачи. Скоро достигнем. Вы удачи. У нас не заржавеет. А за границу вы часто ездите или еще не были? Были в Западной Германии и в Израиле. В Многослуриях или... Да, там приходили русские мигранты. Русские немцы и русские евреи. Ну и как публика там? Ну она точно такая же, как и здесь. Такие же пацаны, они в основном с Казахстана. Так же гнут пальцы там, все дела, спорят, пьют, все то же самое. То есть они те русские, просто русских поселили в отдельных селениях в Германии. Там все, они сами по себе живут, общаются только сами с собой и с настоящими немцами они не контактируют. А у вас какие-то экстремы были на ваших концертах к тому, как вы были достаточно неординарных? Вообще? Да. Ну конечно, бывало. Бывало и резали, и убивали, и ноги ломали, все бывало. Юрий, такой вопрос рок-культуры это, наверное, всегда протест к чему-нибудь. В вашем, так скажем, вы сейчас сказали, что отошли уже от каких-то проихранных, так скажем, устремлений. Был какой-то протест? Не всегда почему? В музыке, что ли? В песне? Я не знаю, мое дело сочиниться песню, ваше дело ее послушать. И оценить, там протестую я или что-то я там хочу высказать. Не знаю, сами думайте. Мое дело вам подать, а вы-то смакуете. Состав группы постоянно? Нет, он одно время менялся, а сейчас, в данный момент, уже года три, даже четыре, постоянно. Скажите, вы говорили, что у вас дома большая видеотека в фильмах ужасов. А что на самом деле страшно? Самое страшное, что было? Вообще в жизни, что ли? Самое страшное, мне кажется, это одиночество, а также неволе, заточение, например, находиться в местах, нестольных долин, дети выставляют делать то, чего-то не хочет. Кстати, вы там не гастролируете? Гастролирую, три раза. Поэтому и говорю. Но это не страшно, просто неприятно, а страшно это одиночество, лично для меня. Хотели бы вы, чтобы ваши дочери были фанатами вашей музыки? Нет, не обязательно. Они сами найдут свой стиль, сами найдут то, что им нравится. чем тогдашний Холь отличается от сегодняшнего Юрия Клинских? Да тем, что поздравил в этой семье. И ушли булавки и драные? Ну, конечно, всеми свежие, не будших насильные. Хорошо. Ну, а вообще общие стильные в концерте? Нормально, сегодня было более-менее спокойно. Это самое главное? Что самое главное на концерте? На концерте самое главное, чтобы люди оттягивались на концерте. Но они сегодня нормально отдыхали. И самое главное, чтобы на сцену не летел всякий мусор, бутылки, а то, например, прикинь, поешь, поешь, прожектор тебе фигачит, глаза-то ничего не видишь, и на тебя летит такая бутылка. То есть по сцене начинаешь бегать, как это. А самая какая-то, может быть, ну, очень веселая, очень классная история из гастрольной жизни? Я не знаю. Много историй было. Например, как падали в цитки, опять выпадали из таких канат, залезали пьяные на канат, оттуда кувыркались, как там на меня плиты обваливались в гостинице. То есть было много приключений, неохота рассказывать. не будем ворошить прошлое. Хорошо. Еще такой последний вопрос. Вот Егор Летов, если сравнивать всю эту культуру экстремальную, так скажем, он до сих пор является воспитанником поколений. То есть люди, в частности молодые люди, воспитываются на его музыке. А вы что с твоим творчеством даете? У Егора Летова свои тараканы в голове, у меня свои. Вот и все. Вот и все. Да, он делает так, как у него это получается. Я делаю так, как у меня это получается. у меня никогда не получится, как у него, а у него никогда не получится. У меня как у меня получается, это судить вам. Хорошо. Спасибо большое, Витя. Пожалуйста. Можно откуда-то вопрос. Ваша группа не всегда будет дальше увидеть вам в будущем, потому что это было бы для нас тяжелым ударом. Навряд ли. Потому что это единственный средств для моего пропитания. Вы сегодня спокойно сидели, я тебе вот как сам зритель, сюда пришли только те, которые любят вас. Я это видел. Я видел, как они сидели, как радовались. Даже те, кто просто сидел, смотрел. Нормально, публика, полный вперед. А в будущем вы себя видите хоть как-нибудь? Ну, может быть, это будет такой-нибудь седой... Музыка будет, конечно, может быть, другая, но все равно она будет такая же гитарная, тяжелая. Опять же, пример тому, что я смотрел Элис Купер, ему уже за 50, он очень бах, так энергично, что планку сносит. Тут я хочу быть похожим 50 лет на него. Сейчас, то есть, ваши дочери приходили на ваш концерт и дарили вам? Юра, можно... Дарик. Кто приходил? Кто-то? Да пусть дарит, если ему-то хочет. Юра, а вот на качестве, даже дарите, у меня жену, одна фамилия, что он не проформал? Нет, тот же самый. А тот же самый, он там и не есть? Нет, он чисто на записи припус. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...